ужасные роллы от шеф-повара ильи лазерсона возвращаемся к основе старым видео джея на старого лазерсона не новые смотрим дорогие друзья это зона лазерсона и и резидент лазерсон здравствуйте будете здравствуйте меня к сожалению приходится иногда смеяться от другого сегодня я решился я без злобы одном два блюда две концепции это японский ролл и корейское блюдо хе-хе поэтому и хе-ролл и будет комбинироваться с хе мне кажется это будет очень интересно мне тоже кажется что это будет очень интересно главное чтобы они были вкусные вот в чем суть то это будут такие вот разум потому что так то мы можем в принципе пять блюд в одно до совместить и не факт что это будет вкусно но получится каш будет интересно двухкомпонентные суши и кстати блин на самом деле я уже что-то почему-то представляю там будет просто рыба и просто рис есть хорошая версия названия которые объединит хе и ролл а просто хер-ролл типа звучать должно как шутка типа хер хер-ролл вот это вот да ну то есть типа чувство юмора лисяк что такое нормально и роллы мы сегодня будем делать а глаза-то улыбается надо смешно я пожалуй лично начну с рыбы потому что хе это такое блюдо когда надо рыбку немножко под мариновать вообще говоря хе это концепция холодной варки компонента когда компонент заливается уксусной эссенцией и за счет мощного воздействия кислоты на белок белок как бы сваривается но без температуры где-то мы же это слышали по моему в курочке до курочку он так делал я так и не проверил потому что ну страшно я достаю рыбу из холодильника это не показал что я это уже смотрел чему-то нет у меня нет на канале тут славу будут куски лососевого филе обожаю когда рассказывают я достаю рыбу это будут куски лососевого филе но при этом человек стоит и ничего не достоин и ничего не показывает красную рыбку хотя она конечно белеет и теряет немножко свой цвет но никуда не деться ну никуда не деться какая была рыба такую сделаем я сейчас ее нарежу достаточно крупными кубиками но хорошо хоть не квадратиками это может быть даже чуть больше сантиметра на чуть больше сантиметра на самом деле вообще в принципе вот лосось семгу да вы него можно было бы и не заливать никакой не уксусной эссенции ничем она в принципе уже ее можно кушать да и ничего страшного бы не было и это спокойно можно положить в ролл и к слову говоря раз и наладится в ролл обычно ну да вот это вот лосось там типа да там угрили еще что-то можно было бы сделать схейстую рыбу которые непривычны видеть в роллах это было бы интереснее это порядка может быть три снялась сон так не делает грамм рыбы но не думайте что будет кисло кислота в свежем продукте особенно время очень нивелируется она нивелируется а чем до херва знают у меня вот это 10 лосось то вкус нежнейший а сейчас туда эссенцию что ли просто возьмет эссенцию зальет даже без воды верхняя ложка ну где-то две чайные это не полная десертная ложка вот у меня уксусная эссенция 70 градусов ребята надо быть очень аккуратным же эссенции потому что она дико злая ладно я молчу немного соли дико злую эссенцию мы сейчас зальем короче в лосось которых да и который нежнейший который то просто слива а шпарить кипятком он побелеет и не будем размешивать он еще кстати размешал же ни хрена в принципе уже пригоден для употребления но там даже лимон кладешь и уже от лимона там лосось белеет ваще в леона трабаган разваливает у славного дружи я помню в нескольких его обзорах он заказывал эти не суша как это вот эти вырезки когда просто рыба на языке промверх это забыл и они приходили он такой ну ёбаный в рот они взяли это все вырезки эти рыбы обложили лимонными просто найти разгорела из-за лимона эта рыба за тут эссенции залил 70 процентный и сразу чутка сильно рку вот видите рыбка начинает тихонечко белеть потому что кислота вот так вот мощно воздействует на я же ни в коем случае сейчас перемешивать то не буду пускай она прям вот на одном месте белеет и все там идет да просто на себя классика белок я не понимаю классика там крынка там кувшинчик стоит это так греет душу это прошлое то база вот это его кувшин или крынка как назвать досуд короче в котором вода и ложки и он туда грязные ложки любит любил класть потом перестал час новых видео нету этого ушло ушла эпоха да зачем он взял семгу рыбы и начинает его слегка заваривать я могу перемешать видите белесость такая появляется не перемешать и сейчас возьму пакетик просто вот так вот чтобы не заветливо чтобы рыбка промариновалась я могу ее подержать в кого справедливо денег собственно теперь займусь рисом а сейчас песни будет с рисом уже сварен он как хитрожопый яйца конечно у него видимо не получилось за кадром он в этот раз решил подготовиться и сэкономить время и сделать вот таким образом портить когда делает какие-нибудь спагетти там макарошки куда-нибудь он всегда в кадре их варит потому что это хронометраж на здесь хронометраж и так получится долгий и он предварительно сварил чтобы не бегать по кухне на камеру и не варить рис потому что знает что это сложно а лишний раз показать чтобы как сварить правильно хорошо рис это не надо у меня сварен рис это маленькая рисоварочка мультиварка уж сегодня все могут сварить рис главная задача правильно дозировать воду ну как вода дозируется я вот в горшок насыпал круглозерный рис промыл его хорошенько чтобы не было белесой воды а потом где-то на 7 8 миллиметров налил холодную воду чтобы она была выше на 7 8 миллиметров чем рис все поставил в рисоварку и сварить здравствуй ты вернулся здесь рыженький вот морюши морюшенький здесь лежит и рука начала как раз сложности в другом есть не сложности а особенности технологии вы понимаете да он говорит нам о сложностях то есть он прекрасно отдает себе отчет в том что сложности есть рис когда он готовится для суши это не просто рис это рис заправленный специальной жидкостью которая называется суши за и ты этот рис не заправил и он у тебя сейчас стоит остывает потому что сушицы рис заправляют когда он прям огняный чтобы произошла карамелизация и чтобы рис стал таким прям хорошим липким плотным а у тебя просто сейчас рис сваренный стоит холодный я не знаю как у него сейчас будет все схватываться мне страшно никак не будет ни как нибудь схватываться похуй сейчас он накрутит и роллы свои и до насрать смотреть очень наделается на основе рисового уксуса а он то есть и сушицу не покажет как делать да но у нас роллы ребята короче мы делаем все кроме вот то что готовится для ролла мы просто зальем уксусом рыбу и все зачем нам в контенте показывать когда у меня есть оборудованной кухне что я шеф-повар да я вам покажу это все на пальцах а вот макарошки когда варить буду это я вам обязательно покажу но это нет больше ничего не надо это точно могут быть более сложный вариант я сейчас этот рис выкладываю в в миску не пытаясь понять парит он у него или нет иска может быть деревянный но это никак он не парит воздушениями он не парит он не я не знаю холодный или нет но он не парит это значит что он уже не тот в которой нужно добавлять сушиться чтобы получился правильный рис и немножко его вот так вот 1 потрудь да очень важно рис перемешивать аккуратно нет горяченький видно немножко пар идет они же там не видно хотя может тут же разрешение до получше там это похер там рисун прохладный ну как теплый просто и чем там не горячий не огневой как ты сам говорил джей не надо выступать защитником или исакевича придашь чтобы горяченький но не огняный а заливает прям в огняный не раздавить ресиночки чтобы они были целыми поэтому здесь можно да 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 именно поэтому у тебя рис он весь вот скомковался потому что немножко уже подостыл потому что пока он горячий вот как раз таки он разваливается хорошо работать такими немножко рубящими движениями вот так так вот суши за суши за это рисовую я боюсь что он сейчас ее перельет и она просто не схватится и у него просто будет каши рисовая который имеет кислотность делает им ставки что же в итоге получится мне от как всегда хуйня получится если ты попала джею то значит это хуйня получится очень интересно я очень надеюсь правда от чистого сердца всегда очень надеюсь что когда мы смотрим какой-нибудь видосин особенно сак чем что все будет хорошо и в этот раз я реально надеюсь я не надеюсь я не верю ничего не жду или исакевича который добавляется соль и сахар соль и сахар это вещества которые усиливают вкус до соль и сахар только там определенные пропорции про которые ты илья сач не сказал это очень важно потому что если пропорция будет плохая риск леется не будет и вкус у него будет парфозный готовые такие заправки продаются в магазинах там может быть написано там рисовый уксус для суши да или просто почитайте состав ну продаются на самом деле да я согласен потому что тоже видел рисовый уксус маленькие стеклянные бутылки но в составе там будет рисовый уксус соль и сахар если хотите можно сделать самому на литр уксуса надо брать где-то порядка 600 граммов сахара и где-то может быть 200 250 граммов соли ну где-то ну че-то там около того но где-то чтобы вы понимали вот этой штукенции граммовка должна быть прям точной если не точная получится фигня вот это примерные зубы вы потому что пересчитать там на 200 граммов до уксуса примерные цифры такое дикое количество белых порошков как-то соль и сахар холодным правило не растворяю но вот я сейчас смотрю на стакан в котором я так понял налит сушицу до соус этот специальный для роллов для риса и судя по тому что он не не мутный и не желтый какой получается в оригинале когда ты делаешь его руками он его купил потому что он слишком прозрачный он как вода немножко нагреть вы делаете сами его он прям получается темным когда растворить в общем но это прям вода вы посмотрите он прям прозрачный берет стакан с водой будто бы вот меня в стакане суши за немножко наливаю на ложку да и вот так вот в рис вы всегда можете понемножку ее добавлять хорош а все он уже перелил все пробовать что близ имел где-то такую сладку все каша все у него нотку да и где-то на уровне там мозжечка у меня сейчас инфаркт сушистский случится приходящий же прямо броняло нормально легко кислинку хотя сахар содержащийся здесь в большем количестве чем соль он эту кислинку нивелирует но теперь это каша не менее она там есть я сейчас попробую уже не надо ничего ли ясач пробовать вы загубили рис вместе вы налили слишком много в холодный рис у вас получается просто каша с водой пробовать рис какой он да чтобы он был вкусненький да 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 ну вот сейчас вкусный точно мне вкусненько да 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 все рис не готов он замешал в холодный рис уксус неправильный много уксуса у нее получилась каша и он говорит все нормально замешивается долго ты в огняный рис наливаешь правильный уксус долго миксу из замешиваешь это все потом оставляешь потом еще перемешиваешь чтобы это схватилось и появилась клейкость это просто налил все каша хорошо вот у меня заебись до обстановка вот у меня лист в господи хоть пленкой замотай его раз следа который называется нори кладу вот так на цену это ужасно он даже пленкой не замотал потому что рис будет прилипать к циновке и теперь у меня видите холодная водичка есть где в рисе о господи он просто берет даже не рукой он ложкой просто берет и скидывает это сейчас на норе она даже не липнет вы посмотрите какой риста там он просто как он рассыпчатый он с водой с такой беру это смотри тут джей вообще отлично знает тему он сушист же да так понимаю работал сушистом я нет не работал да и суши роллы я не люблю в принципе особо есть но интересно конечно как это все здесь происходит получается улица кича как джей бомбит вы посмотрите это же уважаю его вот так вот на ценовку какой кошмар лопаткой и это ролл он говорит типа это хе готовим плюс ролл это не ролл и он еще рассказывает как правильно раскладывать рис раскладывать неправильный рис начинаю распределять рис о боже что ты мой он будешь ты мой плен чтобы он лег оставь он уже лег а два метра под землю на жильев соглашу оставляю немножко краешки для склеивания рис теплый сейчас идет вполне нормально теплый рис использовать в принципе вполне нормально нет чтобы сказать надо использовать теплый рис потому что в правильности надо теплый рис ну нормально в принципе теплый рис то использовать ночью до у этих пальцев смотрите у него даже не не липнет к пальцам ты тут рис он просто отваливается вот он сейчас руку поднял у него отваливается рисинка самая большая площадь поэтому самое меньше даже он не липнет друг другу и все пальцы мокрые в этом уксусе давление оказываем на рис опять же чтобы он не размазывался а чтобы ресиночки оставались целыми я сделаю сейчас такой ролл как я его делаю но вы поняли да все рецепты которые леса кач готовит и если вдруг вы посчитаете этот рецепт странным это просто так готовит илья сакч понимаете неважно правильно он готов два года назад ну да это классика это это видение или исакича его вариант вариативность такая его блюда то есть как он видит как знает как он готовит не как лучше сделать и как правильно сделать те же самые роллы как джей рассказывает сушиться там в огняный рис не заливать и быть творот красную рыбу кетчупа уксусом быть неправильно он так готовит ребята понимая я не есть профессиональный сушист как вы понимаете я профессиональный повар умер внутри безу блять профессиональный повар глава гильдии этих академии не за поваров или что-то там у него всякие регалии и награды есть илья исакич написал больше 100 книг с рецептами поварских книг ё-моё юнисус ист пиздец делаю всего лишь какую-то версию я версия вот именно такими уже суши я не отмазывается роллы потому что когда я говорю что это ролл то я это беру в кавычку вот он говорит типа я не профессионал я как бы ни на что там не претендую туда-сюда так а зачем ты делаешь ролл то есть ты не умеешь да ну вот этого я не понимаю на самом деле нет я могу понять что в принципе каждый человек может готовить все что угодно дома там до съедобно несъедобный вообще пофигу но ты же илья исакович ну ты же блин типа популярный повар там все дела и он такой ну вот типа я не про вся он просто понимает что его будут смотреть профессиональные сушисты и он понимает что его разнесут он делает подачу в стиле ролла ингредиентами из которых готовится ролла и он эти ингредиенты готовит неправильно а потом такой ну я тип не профессионал поэтому как бы ну вот так есть вообще блюдо такой hero но вот есть такое блюдо hero вот скажи мне растут вообще где-то в мире блюдо hero есть нет он просто от себя тяну делает это не блюдо никакой его ни в каком ресторане не подают лет и это его не существует то что мы сейчас смотрим этого блюда нет это просто вообще непонятное нечто это кайфа ролл я сейчас сделаю так чтобы у меня был имя хорош нацпит нас и был пицца кайф а макарона кайф пирога кайф и суши как есть или ролла кайф и хера и ролл кайф шашлык кайф он тоже был на такой рулетик закрученный чтобы водоросли нори попали внутрь ну потому что я так хочу вот и все объяснение это никаких претензий просто я так хочу вот если он захочет сесть за это мой замысел да мое видение одни цена этот рис и он сядет и скажет я так хочу это нормально будет нет тогда почему вот это нормально первый закрут сделал и теперь пошел закрут подкручивать каждый раз если он делает сейчас все хорошо и проблем с этим якобы никаких не возникает что такое блюдо типа существует зачем он рассказывает как правильно варить рис пусть варит рис так как он варит ну типа правильно неправильно пусть он варит так как делает и не рассказывает как правило если бы это было просто от себя тина а это от себя тина тогда не надо рассказывать как правильно что-то делать что куда-то что-то добавлять пропорции какого-то соуса зачем если это просто от себя тина ты можешь все что угодно сделать и такой ну вот я сделал все окей я хочу чтобы мои роллы имели достаточно большой диаметр для того чтобы на них можно было по разрезов на роллы до положить а чё рыбу не положил а или надо сначала так сделать типа и потом разложить снова и туда уже рыбу засунуть эту самую рыбку поэтому у меня сейчас видите делаю с точно большой диаметр подкручиваю еще выпадает какой час на шов положил до чтобы там склеилась свободная часть водоросли вот у меня мы будем надеяться что там она склеится получился руки ролл первый ролл а это еще и первый вот второй ну теперь что теперь я могу их уже прямо нарезать сейчас нож смочу в этой воде что плезвию не прилипали очень странно видеть шеф-повара который готовит на своем канале блюдо которую он готовить не умеет насколько я знаю если зовешься шеф-поваром ты делаешь на своем канале то что умеешь и она у тебя выйдет хорошо или обучаешься этому и показываешь процесс и рассказываешь типа вот я не умел готовить роллы но обучился я вот показываю вам как у меня плохо получилось какие подводные камни минусы плюсы там вот у меня у тебя получается делать нормальные роллы там домашние да пусть не для высокой кухни не для дорогих ресторанов но я как шеф доволен на данный момент этим роллом то есть мне не будет не стыдно подать гостям своим дома такие роллы или семье правильно и красиво и вкусно но здесь я вообще просто ловлю какой-то диссонанс человек вроде как бы называется шефом но при этом он готовит то чего не существует во первых а во вторых она очень странно и сейчас вот это мой трофей всегда до краюшки краюшки всегда съедает тот кто готовит очень вкусно на просто рис и нори получают вектор бурда точно плачет я уверен как руточка надо пилить не давить на новый лет чтобы он не деформировался ну вот сейчас я вот так роллы раскладываю на тарелька я хочу немножко зеленого дать огурчика хочу дать пару кубиков но чтобы сопровождать эту еду в этом можно брать палочками там руками да вот так это реально типа готовка уровень 15 лет это уровень типа ребенка я не против чтобы каждый самый выражался все лада у меня просто вот риторический вопрос зачем оно снято то было типа сидит такой блин какие видосы мне снять типа на канал что-нибудь хочу прикольное о а давай-ка я придумаю блюдо которого не существует типа да и сделаю его максимально hero потому что я ролл делать не умею и пошел сделал для чего теперь я могу заняться уже дорабатыванием хе болванка у меня готов болванка это болванка ребята греется у меня сковородка вот растительное масло я нарублю чеснок кусочки жгучего перца сухого чесночок смотрите-ка все сдвигаю молотый кориандрик вот так папочка и кинза на холодное дно миски и остынет быстренько и вот посмотрите какая красивая заправка теперь я перемешиваю вот сейчас я женю получается да классика я женю надо чтобы все эти компоненты поженились да 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 алло дурка заберите меня у меня тут женится еда очень неплохой цвет и очень неплохой вкус на каждый срез ролла я думаю что вы это поняли давайте так вот то что он сейчас сделал по сути это ролл ролл с начинкой сверху есть вот такой вот вид роллов запеченный сверху с сыром там шапки вот это вот все это просто шапочка с начинкой почему это называется hero я не понимаю почему нельзя было сделать просто обычный нормальный ролл я не понимаю почему вовнутрь вот этого ролла ничего нельзя было положить как тот например огурец который лежит рядом с этими кусочками роллов я тоже хотя бы огурец чтобы внутри было зеленое на что-то не говорим о чем-то другом понимаю и вот здесь у него ролл отклеился это ему дает до сеть you hero это не концепция хирола это какая-то просто хиро не на ну я вам скажу что допустим можно эмри бидео партнеры выпуска подачи если ты это быстро съешь на дно подлить чуть-чуть сового соуса чтоб там рис вообще окончательно развалился чтобы вот так вот подняли и весь рис остался там соевый соус немножко в сосался вниз тогда будет клёво но это вы уже сами друзья мои сделайте без меня ну что ж нет спасибо ли я сакыч такой я делать не буду точно мне моя сушистская доблесть не позволит сделать подобного вам на вооружение ребят кредо сушистая концепт вот это вооружение ребята с таким вооружением никакой враг не страшен никакой голод не страшен неплохо заходит и в рамках обычной такой дежурной трапезы семейной и естественно для приема гостей мне как сушист на это больно смотреть потому что это можно было бы сделать гораздо вкуснее просто в разы вкуснее у вас бы челюсть отпала от вкуса а тут вот ну а я иду уже спать для того чтобы мне приснилось новое блюдо для вас я надеюсь следующее блюдо в отличие вот от этого вам приснится действительно хорошее вот и кстати весь секрет блюд или исаковича он это все видит во сне и вот именно настолько у нас же у всех такие логичные и понятные сны происходят вот и блюдо такими получаются интересными он их и видит во сне образными на ну классика классика чё сказать и роллы получились или исакович а джей еще такой молодой и с огнем в глазах но бомбит как первый раз увидимся